Как только у нас в торговых сетях стали появляться интересные ликеры, с теми вкусами, которые я хотел попробовать, я конечно старался их брать, сравнивать и делать коктейли, чтобы вам было интересно. Я приветствую вас на канале Миксдрин, коктейли, напитки, домашний бар и все те вещи, которые вы абсолютно спокойно сможете сделать у себя дома. Как вы видите, у меня есть ликер Сан-Джермен, которого осталось не так уж много и одновременно с этим целая бутылка ликера Манин Сан-Джермен, ну вернее не Сан-Джермен, а ликер из цветков бузины, примерно с теми же самыми данными. Если Сан-Джермен это брендовый ликер в такой красивой бутылке, то Манин в свою очередь это средний коктейльный ликер, имеющий очень разнообразные вкусы, большую линейку. И бренд Манин мне, конечно, в большей степени интересен был изначально как сиропы, но сиропы Манин можно купить где угодно, они есть в маркетплейсах, их можно купить в интернет-магазинах. Ликер же это все-таки алкогольная продукция, ее нужно искать непосредственно в продаже, прийти, пощупать, купить и, конечно, попробовать. Этот ликер я пробовал, я его брал, но не к себе домой, а на корпоратив, на мероприятие, делал с ним коктейль и вроде как очень вкусно. И некоторые девочки, которые их пробовали, этот ликер, эти коктейли, они сказали, что напоминает прям хороший ягодный ликер, чем-то даже какие-то ноты морожки есть. Сан-Жермен, в свою очередь, уже не такая распространенная и не такая доступная вещь. По характеристикам, и тот, и другой ликер имеют 20 объемных долей спирта, по сахару, Манин 33, Сан-Жермен 34,2, что, ну, разница минимальна. В той же степени, как у ликера Светоков Бузины, есть сиропы. Я специально взял для сравнения российский бренд Барлайн, я уже брал точно такую бутылку, сироп Бузины у меня уходит прям на ура, и лимонады, и коктейли, и типа шприца с ним заходит прям на ура. То же самое можно купить в маркетплейсах, где именно я взял, говорить не буду, найдете проблем с этим нет вообще никаких. Но, меня, конечно, больше интересуют два этих замечательных ликера, потому что Сан-Жермен при своей стоимости примерно около 3000 рублей, это все-таки большое вложение, и брать или не брать его, вам уже нужно решать. Сумма, ну, по мне, это очень приличная сумма, на которую можно взять кое-что поинтересней. Ликер же Манин изначально заходил в торговую сеть ОК по стоимости примерно 1500, но периодически по скидке можно было найти и до 1000 рублей, и как я взял за 650. Целая бутылка 0,7 за 650 отличного ликера, это супер. Интересно, как они будут чувствовать себя непосредственно при дегустации и, конечно, в коктейлях. Давайте попробуем, по аромату. Манин. Ну, прям типичные цветки бузины. Сан-Жермен. Может быть, не такой яркий, не такой насыщенный, но бузина тоже чувствуется. Стоит также отметить, что Сан-Жермен у меня, конечно, бутылочка уже подистекает и немножко подвыдохся. Манин свежая бутылка, которая была произведена в 19-м году, которая была разлита в 20-м году. Сан-Жермен же также 20-й год, но открыт уже достаточно время. Сразу скажу, что у Манина более яркий, более конфетный, более настойчивый аромат. Сан-Жермен в этом смысле гораздо спокойней и что ли более разнообразный. Здесь, если смотреть по составу, в ликер Сан-Жермен входит, кроме стандартного, сахарный сироп, экстракт бузины, спирт отиловый ректификованный, вода, бренди, пищевая ценность. Это лишнее. Добавки стабилизатора, ароматизатор малины, маракуйя и грейпфрута. Вот, пожалуй, маракуйя здесь действительно выделяется. Чуть-чуть вот такого тропического аромата, чуть фруктового аромата. Ой, прям очень приятно. Но Манин ничуть не хуже. Вот серьезно, если только на нюансах, что здесь, ну, такой аромат, более прямолинейный, более, что ли, более простой. Здесь сахар, вода, спирт отиловый, экстракт ситков бузины, спиртовая настойка, лемонграсс, пищевая добавка, консервант, лимонная кислота. Ну, и, собственно, информация по сахару. Поэтому здесь более прямолинейный, но насыщенный аромат. Сан-Джермен не такой прямолинейный, чуть более сложноват, более спиртуозный, то есть здесь прям хорошо чувствуется спирт. И больше фруктов. Но по вкусу эта разница нивелируется. Сан-Джермен. Легкий. 20 градусов вообще не ощущается. Пьется как сироп, только не очень сладкий. Здесь есть и кислинка. Здесь есть, конечно, сладость. Чуть-чуть где-то на отдалении спиртовая нотка. На самом деле, очень приятная послевкусие. Манин. Пьется чуть более сиропно. Да, конечно, более насыщенно чувствуется тот же вот цветки бузины, как в сиропе. Вот для чего здесь и есть этот сироп. Более настойчивый, более прямолинейный, но вкусный. Также кисло-сладкий ликер. Да, здесь больше сахара ощущается. Меньше сбалансирован кислой частью. Но ликер очень приятный. То есть, манин меня, в принципе, в этом случае не разочаровал. Не все ликеры вот этой марки мне нравятся. Мне не понравился крем Декасис. Мне не понравился кофейный. Мне не понравился трипл сек. Я к себе их в бар не возьму, но цветки бузины отлично. Персиковый ликер очень хорошо. И малиновый ликер, в принципе, от них мне тоже понравился. Возможно, не такой насыщенный, как другие марки. Но если у вас нет выбора, и вам нужно взять, например, для какого-то мероприятия, вполне можно брать ликеры этой марки. Не все. Еще раз повторю, если вы захотите брать кофейный трипл сек, лучше поискать что-то другое. Не самые лучшие вкусы здесь вы почувствуете. Давайте вернемся к коктейлям. Ведь коктейль – это основная часть применения этих ликеров. В чистом виде их мало кто пьет. И вот по поводу применения цветочных ликеров, очень хорошо он заходит в коктейлях типа шприц. И коктейль, который делается с бузиным ликером, называется Хьюго шприц. Хотя изначально, как я читал по официальной информации, он готовился именно с сиропом из цветков бузины. И это был коктейль, по-моему, юга Италии, где собирали цветки бузины. Сразу их консервировали, готовили. То есть для детей делали сироп. Для взрослых можно было сделать настойку на цветках бузины. И смешивали либо с газированной водой, либо просто с водой, либо с вином. И получался отличный прохладительный коктейль, который сейчас можно сделать. На самом деле он отлично заходит с сиропом. Я его изначально пробовал с сиропом. Вот прям потрясающая вещь. Что сейчас я вам, собственно, и докажу. Так как это коктейль шприц, лучше, если вы сделаете его прям красиво в винных бокалах. Типа вот таких. Может быть, какой-то другой формы. Такие прям полукруглые. Для вина, для белого вина, для красного. Будет вкусно. Вам будет необходим для украшения лайм и мята. Все-таки ее аромат в этом коктейле будет очень важен. Зимой ее можно найти, она продается. И мята решает. Очень много решает в этом коктейле. Добавим пару колечков лайма в каждый из бокалов. Я вырежу их из серединки. Красивые, тонкие колечки лайма. Чтобы добавить в каждый бокал. А уже основные жопки лайма я буду использовать в другой коктейль. Который мы также с вами приготовим. Пару колечек лайма. В каждый из бокалов. Несколько веточек мяты. Здесь одновременно будет как украшение, так и аромат этого коктейля. Поэтому одну веточку я кину в толщу бокала. Ее прижму. А вторую веточку уже можно будет положить сверху. И она будет просто ароматизировать наш коктейль. Итак, по 45, может быть по 60, если вы хотите сделать побольше. По 45 мл ликера Сан-Жермен. И конечно ликера от бренда Манин. То же самое из цветков бузины. Конечно, сухое и гристое вино. Самый идеальный ингредиент. Если вы хотите себя развлечь. Немножко отдохнуть. Развеяться. Охладиться. И он заходит отлично не только летом, когда действительно жарко. И хочется чего-то прохладительного. Но и зимой. Либо на какие-то праздники. Чтобы развлечь публику. Выстрелом из бутылки шампанского. И ярким игристым коктейлем. Здесь уже надо добавить в два раза больше. 90 мл игристого вина. Вы можете отмерять все составляющие коктейля джиггером. Либо налить на глаз. Ничуть не хуже получится готовый коктейль. И самый заключительный этап. Это газированная вода. Здесь уже две части. То есть у нас получается полторы части. Ликера. Три части. Игристого вина. И две части газированной воды. Но вы можете сделать все на свой вкус. Ведь именно так и добиваются идеала в коктейлях. И заключительный этап. Это добавление в каждый из бокалов льда. Чтобы коктейль был игристый, вкусный. А самое главное освежающий. Конечно украшение веточкой мяты. Чтобы она торчала из бокала. Тыкала вам прям в нос. Своим ароматным эфирным ментоловым ароматом. И коктейль был закончен. Был идеальным. Давайте попробуем. Напоминаю, что здесь Манин. Здесь Сан-Жермен. С которым мы и начнем. Великолепный коктейль. Который наверное все-таки надо немножко размешать. Хотя он размешался. Это коктейль, который размешивается прям газиками. Как от игристого вина, так и от газированной воды. Еще разочек. Нет, ничего особо не поменялось. Да, вкусный коктейль. Кисло-сладкий. Бузинный, ароматный. Мята, лайм. Все идеально. Манин. Тоже вкусно. Отлично. Здесь единственное, что больше выделяется вино. Здесь чуть-чуть больше ликера. Но и то, это абсолютно на нюансах. То есть, это разница минимальна. И если вы сделаете коктейль на компанию, сделайте 5 бокалов одного коктейля. 5 бокалов другого коктейля с ликером Сан-Джермен или ликером Манин. Я думаю, никто это не заметит. Все будет очень вкусно. Самое главное. Ароматная мята. Свежий лайм. Любовь и отзывчивость для вашей компании. Великолепный коктейль с великолепными ликерами. Цветочные ликеры. Это прям потрясающая штука, которую можно использовать. Кроме ликера из цветков бузины, есть очень неплохой ликер из фиалки. Но своеобразный. То есть, он подойдет не всем. Потому что некоторые воспринимают этот вкус как какой-то освежитель воздуха. Либо мыло, либо какие-то палочки ароматные. Но мне нравится. И коктейль-авиация с ним. Это прям парель. Настало время еще одних коктейлей. Я хочу попробовать сделать коктейль под названием французский гимлет. Если вам известно, то гимлет это коктейль, который делается с джином и лаймовым корделом. Либо, если у вас нет лаймового кордела, вполне допускается смешать лаймовый сок свежевыжатый. Это очень важно, потому что эфирные масла добавляют большую часть этого коктейля с простым сахаром, либо с сахарным сиропом. И получается прям замечательно. Прям очень вкусный коктейль. В данном случае здесь также используется джин. И в качестве сладкой части используется ликер. Сан-Жермен, либо другой бузинный ликер. Не только Манин выпускает эту продукцию. Он есть у других коктейльных брендов. Самый, наверное, известный из которых будет Биттер Труф. Это прям дорогущий ликер, который стоит еще больше, чем Сан-Жермен. С учетом, что тот продается в бутылках 0,5 литра. У нас такую роскошь не завозили, но Сан-Жермен это отличный вариант, если вы не знаете, что приобрести. В конце, кстати, поговорим по поводу стоимости. Приступим к приготовлению нашего коктейля. Так как это будет французский геймлет, я буду использовать французский джин. Джин Сетадель. Мне понравился типичный сухой джин, который в этом коктейле будет замечательно участвовать, а самое главное, сделает его идеально. По 45 мл джинов каждый из шейкеров. Вам, конечно, не обязательно использовать французский джин. Вы можете использовать свой любимый английский, американский, возможно, хороший российский джин. Сейчас уже можно найти действительно достойных представителей за адекватные деньги. 45 мл каждый шейкер. По 30 мл ликера из цветков бузины. Также в правый шейкер у меня пойдет ликер Сан-Жермен. В левый же шейкер пойдет ликер от бренда Манин. Чуть более насыщенный именно по бузинному вкусу, но менее разнообразный по другим сочетаниям. 30 мл. Еще один ингредиент, который делает этот гимлет французским, это лаймовый сок по 15 мл. У нас осталось две жопки. Надеюсь, их хватит в один и в другой шейкер. Поехали. Осталось только добавить лед в каждый из шейкеров и процедить их в коктейльный бокал, что полностью закончит композицию этого коктейля. Шейкер надо наполнить по крайней мере на 2 трети от объема и, конечно, очень интенсивно взбить, вложить всю душу в этот процесс. Чем я, собственно, и займусь. Поехали. В дело пойдут мои любимые бокальчики Никанора, в которые мы и процедим каждый из коктейлей. Шейкеры заморозились, покрылись иньем, а значит, каждый из коктейлей стал идеальным. У меня есть ощущение, что они буквально немножко отличаются по цвету, по тону, но это не точно. Конечно, это возможно из-за разной аэрации. Давайте попробуем на вкус. В левой руке у меня бренд Manin. В правой руке Сан-Жермен. Ну, здесь, собственно, все то же самое, что и с ликерами. Более настойчивый, более явный ликер цветков бузины. Он все-таки выпирает. Здесь чуть больше других вкусов. Здесь нет такого выпирающего, особенно на фоне бренда Manin, именно цветочного вкуса. Джин спрятан, очень хорошо спрятан. Кисло-сладкий. Достаточно легкий на вкус коктейль. Пьется очень легко. Но вот эти вот нюансы, они и есть. Менее выраженный именно цветочный вкус. Более выраженный ликер цветков бузины. Более выраженный вкус цветков бузины в коктейле. Поэтому он такой более яркий, более приторный. И, ну, вкусный. Ничего не скажешь. Но, если честно, Сан-Жерменом мне нравится больше. Несмотря на то, что ликер бузины, именно вот сам вкус ликера, самих цветков бузины здесь чувствуется в меньшей степени, коктейль выходит более сбалансированный, более приятный. Джин здесь выступает более явно. Если у вас нет возможности, либо желания брать ликер Сан-Жермен, Manin вполне удовлетворит вас в этом напитке. В шприце Хьюго Шприц Либо Шприц Цветков Бузины Элдерфлауэр Шприц. Мне это сочетание нравится гораздо больше. Этот коктейль более приятен и более понятен. Он даже, наверное, в большей степени напоминает такой Мохито на шампанском. Этот же коктейль с джином, с ликером Сан-Жермен, либо с другим. Уже больше на любителя. На любителя сауэров. На любителя коктейлей с джином. И в данном случае ликер играет гораздо большую роль, чем я хотел бы. Джин практически не чувствуется. Ну, он чувствуется. Здесь явно есть джин. Но ликер все-таки превалирует. Несмотря на то, что его здесь меньше. Использовать ли лайм, лимон, я думаю, это важно. Лайм хорошо сочетается с джином. Лайм не такой кислый, не такой насыщенный. Поэтому, в этом случае, ликер Сан-Жермен точно выигрывает. И он рекомендован по возможности. Но, если вы не хотите заморачиваться, не хотите слишком сильно вкладывать именно финансовых средств в свой бар, вполне разумно использовать и другой, более доступный, не такой дорогой бренд. Потому что, по стоимости 1800 и около 3000 без акции, 2000 по скидке и полторы по скидке, это, наверное, все-таки существенно. Если они за разницу рублей в 500-600, имеет смысл взять Сан-Жермен. Если у них разница в два раза, возможно, больше. То есть, за 600 рублей этот ликер вообще идеален. Он хорошо сочетается с джином, он хорошо идет в шприц, что прям очевидно. Это лучшее применение цветочным ликером именно вот в таком, в такой вещи, как смешение с игрисным вином. В более сложных коктейлях уже стоит смотреть, собственно, на дорогие бренды. он очевидно лучше, он очевидно вкуснее. Либо используйте сироп. У него сахара в два раза больше, вкуса, я думаю, будет немножко меньше при том же адекватном разбавлении. То есть, если здесь я использовал в этом коктейле по 30 мл ликера сиропа для той же самой сладости надо использовать в два раза меньше. Тогда получится примерно тот же вкус. Но сиропы в домашнем баре, особенно для таких моновкусов это разумное решение и это разумный выход, если у вас нет возможности приобрести ликер. Поэтому французский гимлет с Сан-Жерменом вне конкуренции, он прекрасен. С ликером Манин я, пожалуй, этот коктейль допивать не стану. Он слишком резок, здесь больше чувствуется спиртуозность, здесь есть ощущение капуто добавили инвайт. вот такой вот сухой растворимый вкус. В шприце обалденно. Вот и один, и другой ликер выступают на 100%, а не раскрываются на 100%. С игристым вином этот коктейль просто идеален. Именно в таком применении я рекомендую вам его использовать. И здесь уже разница между ними нивелируется процентов на 80 из 100. Так что Хьюго Шприц мой выбор. А какой именно ликер брать, это уже вам решили. А с вами был Дмитрий и канал Микс Дринк. Ставьте лайк, подписывайтесь, указывайте свое мнение в комментариях, а самое главное будьте здоровы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok